В Сочи, согласно Краевому реестру, порядка 20 долгостроев. Тысячи дольщиков ожидают своих квартир, за которые давно расплатились. Приблизить новоселье помогают городские власти, хотя по закону долевым строительством уполномочен заниматься регион. У нас сохранились те же самые объекты, которые были на 1 января 2017 года. В планах этого года из 17 объектов ввести в эксплуатацию в различные предусмотренные действия законодательства и формы не менее пяти. Строительство этих объектов по факту завершено, либо приближается к финальной точке. Остались детали. Где-то необходимо продлить разрешение на строительство, где-то наладить коммуникацию с предприятиями ЖКХ. Застройщик жилого комплекса «Маэстро» ждет справку от водоканала. Сейчас у нас на сегодняшнем с МУПом уже есть договор о подключении. У нас на сегодня есть уже технические условия. Но по факту сама справка от МУПа, выполнение технических условий, она в работе. В течение 5 дней сделайте эту справку, раз она готова. Что это за один день можно сделать? А вот чтобы разобраться с наследием другого застройщика, Анзора Паруид, за одного дня не хватит. Его арестовали по подозрению в мошенничестве. Только в ЖК «Москва» 650 договоров долевого участия. Но и здесь вопрос двинулся с мертвой точки, с приходом нового директора. Когда последний дольщик уйдет от вас? Я думаю, что уйти-то уйдет в течение двух-трех месяцев. Мы передадим дольщик. Ну и, соответственно, мы объект не бросаем и будем доделывать. Но потребуются серьезные финансовые вливания. Приблизительно 35 миллионов рублей. К слову, городские власти принимают участие и в поиске инвесторов. Так, шансы ввести в эксплуатацию объекты незавершенного строительства возрастают в разы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.